здравствуйте товарищи сегодня хочу разместить очередной честный отзыв на этот раз честный отзыв о нашей компании компании хода с авто вы не поверите но буквально сегодня я получил интереснейшие сообщения на вот сап от одного из наших клиентов суть в том что данный клиент около полутора или двух месяцев назад покупал у нас коробку передач автоматическую для opel вот и по тем или иным причинам коробка оказалась не вполне исправной дело в том что данный человек пишет буквально следующее сообщение где-то 9 июня он написал первый раз это на тот момент прошло чуть больше месяца ну и сейчас наверное прошло сильно больше месяца чуть больше месяца назад брала кпп opel astra две недели назад начались проблемы включаешь драйв машина не едет дает газу опять не едет и дальше какие-то проблемы далее сегодня он пишет очередной вопрос доброе утро опять вопрос по поводу твоя кпп были с ней проблемы в итоге пришлось перекинуть гидроблок с моей старой коробке делал у одного знакомого мастера крышка гидроблока на ней вскрывалась такую брал у вас и по факту получается что кпп неисправно было поэтому было справедливо вернуть мне какую-то часть ее стоимости чисто по человечески это первый такой вот отзыв и второй отзыв первым открывается я тут решил погуглить отзывы нашей компании первым он открывается на драйве и значит написано это как честный отзыв о компании хода с авто отзыв по коробке volvo в общем написано что устал значит полгода мучился ну в общем мы так себе ребята судя по его отзыву очень неприятные люди вот то есть прям все очень плохо значит если захотите можете сами почитать вот там все очень подробно описано очень большая статья если честно то есть прям большая длинная суть значит в том что по данной volvo по которой есть основной отзыв самый главный был дел так человеку поставили коробку она сразу не поехала ему заменили гидроблок она опять не поехала поменяли коробку это все в течение нескольких дней происходило вот поменяли ему на второй коробке гидроблок попросили его немножко поездить чтобы понять адаптируется она или нет у volvo есть нюансы с адаптацией ну кто занимается волевыми те знают 55 51 sn в принципе сами себе коробки довольно своеобразные но и договорились так что если она опять не поедет мы распотрошим под нее специально переднеприводную коробку на которой наверняка потому что вот на и по в японии такая машина ездила наверняка исправный гидроблок вот человек пропал то есть попросили его через неделю вернуться если что-то пойдет не так он просто исчез но мы решили что наверно коробка адаптировалась и собственно все хорошо значит никаких проблем не возникнет дальше спустя полгода человек проявился с требованием ему возместить стоимость ремонта который он произвел в какой-то сторонней организации сторонние организации сказали что гидроблок совершенно не подходит и в этом вся проблема вот несмотря на то что мы ставили эти коробки на такие автомобили много раз и что в общем то мы не очень хорошие ребята вот и выставил мне счет там по моему то ли 40 то ли 60 тысяч рублей за это все вот как бы странная ситуация казалось бы да мы договорились на гарантию в две недели потом мы договорились что человек приедет через неделю если что-то пойдет не так он пропадает на полгода полностью рвет наши с ним договоренности а потом требует каких-то денег казалось бы логично предположить что его требования не обоснованно но он пишет негативный отзыв данный негативный отзыв скверно влияет на нашу репутацию примерно такая же ситуация далее возникает с оперем человеком договариваемся что у нас гарантия с ним две недели в течение двух недель он может проехать какое-то количество километров проверить свою коробку передач и опять же он этого не делает он полностью забивает разрывает нашу гарантию потом мы с ним соответственно встречаемся уже спустя несколько месяцев и с теми же самыми проблемами то есть сталкиваемся с тем что человек просто похерил гарантийные обязательства со своей стороны то есть он не выполнил условия договоренности и мы оказываемся в этой ситуации плохими ребятами друзья мой честный отзыв как бы на все это если мы с вами договариваемся об определенных рамках гарантии ну или вообще с кем-то но это наверное логично что если есть договоренность о каких-то условиях гарантии то есть срок какие-то условия там не знаю пробег да все что угодно вы со своей стороны то есть как покупатель или я со стороны как покупатель да то есть я могу инверсировать эту ситуацию эти условия не соблюдаю соответственно виноват тот кто нарушил со своей стороны условия гарантии и писать после этого какой-то негативный отзыв наверно некорректно вот то есть это мое лично такое мнение но тем не менее достаточно много у нас таких отзывов по моему четыре или пять штук в интернете они сами то что мы продаем в год что-то порядка там 300 400 агрегатов нас висит где-то 4 5 негативных таких отзывов у меня это лично тревожит договориться с этими людьми о чем-то объяснить им эту ситуацию я не смог хочу рассказать маленькую такую не знаю притчу представьте ситуацию вы лет двадцать назад купили машину дилера вот например general motors как наш последний клиент и 20 лет они не ездили потому что вам было не надо но спустя 20 лет вы решили не прокатиться она вас сломалась спустя тысячу километров будет ли правильным обратиться в такой ситуации к дилеру и сказать что но просто не ездили она просто сломалась и потребуется него какие-то деньги очевидно в большинстве случаев вы скажете нет ну и я тоже скажу нет потому что наша работа ждет цена вполне конкретных условиях то есть если мы эти условия с вами описываем договоримся то будет правильно их соблюсти и тогда будет обоснованным предъявить что-либо касательно этих договоренностей то есть все очень просто нужно просто договориться и выполнить с обеих сторон обычно мы свои условия гарантии выполняем без каких-либо проблем и довольно часто если такое возникает мы просто банально либо меняем агрегат если он ставился не у нас либо выполняем весь комплекс работ и оплачиваем из своего кармана если ставился у нас все очень просто наверное хотя наверное не для всех спасибо что посмотрели это видео я уверен что сейчас будет довольно много мнений высказано мне они очень важны постарайтесь если не сложно написать свое мнение в комментариях может быть я в чем-то не прав я конечно в этом сомневаюсь мои логические выкладки подсказывают что все-таки правота в данной ситуации на моей стороне помимо того что было сказано выше мне бы очень хотелось сейчас спросить мнение нашего заграничного гостя многие из вас его знают это павел зимин это единоличный владелец компании ps моторан сервис берлин и как следует из названия компания находится в берлине то есть он поделится с нами своим заграничным опытом пауль р цель он мир бит ладно не будем по-немецки чтобы не смущать электорат вот значит расскажите меня пожалуйста вот вы слышали нашу грустную историю вот учитывая что у нас закон о правах потребителей все что касаемо буш на в принципе не покрывает никак и считает что если вы купили что-то буш на я типа вы сам дурак вот то что мы идем на встречу клиента мы договариваемся с они с ними об определенных условиях вот с вашей европейской позиции как европейская позиция вам очень везет что вы даете гарантию там 14 дней потому что я должен по закону германии давать гарантию 12 месяцев и отвечать за эту деталь который я продаю 12 месяцев прошу принять во внимание что в германии цена на бушные детали некоторым образом выше возникает из-за того что там есть такие гарантийные обязательства три раза примерно да чуть-чуть в три раза выше я прошу с акцентировать на этом еще раз внимание что некоторые цены на те же агрегаты которые мы сейчас вот привозим в россию в германии продаются почти в три раза дороже а некоторые как jz например и в 5 возможно и rb 26 вот то есть есть такой нюанс то есть люди готовы платить в германии за гарантию 12 месяцев это как бы с нашей стороны мы не должны учитывать что они должны или должны мы обязаны просто давать 12 месяцев гарантии и учитывать просто закон и назван закон не дает рамки и движения единственное что я могу сделать это продавать запчасти бу компаниям и когда я продаю от компании в компанию я могу исключить эту гарантию это мне дает право странство для маневр типа такого таким образом можно немного снизить цену исправить можно договориться на других условиях вот то есть друзья видите когда государство обеспечивает вас как потребителя гарантии продавец будучи ущемлен в правах ущемляет вас в цене примерно получается вот такая странная история но мне кажется все логично но там просто другая ответственность германии это просто две разные страны поэтому их не вообще совершенно невозможно сравнивать друг с друг другом по запчастям и по работе и по качеству вообще ремонт в ремонте у нас есть потребительский экстремизм например да вот у меня был личный опыт семнадцатого года когда я ремонтировал голову для z18 xr когда мы ставим с партнерами вольфрамовое седло и ставим всегда туда новые клапаны потому что старые клапаны клиент ездил на гбл именно выпускные клапаны прогорели и мы конечно обязаны потому что технически по-другому невозможно мы всегда меняем и ставим новые клапаны он поставил голову себе на мотор но не учитывал что я ему заранее сказал что в мастерской должны выставить зазор с другими толкателями он это не сделал мотор у него начал там конечно неровно работать да потом он все снял и сказал что я туда установил бушные клапаны и подал меня в суд а в суд он подал спустя полгода как я ему вернул обратно деньги поэтому сейчас вот на данный момент у меня принес идет движение в суде и сейчас в следующем в сентябре будут слушания свидетелей которые например меняла вот эти седла и ставил головку так что вот бывают такие вот экстремальные но у нас тоже с потребительским экстремизмом хватает истории так что мы обязательно расскажем если вам будет интересно вот я крайне бы не хотел чтобы данное видео выглядело как оправдание но я честно очень обеспокоен данной ситуации мне бы очень хотелось чтобы адекватные люди адекватно себя вели вот и я уверен что среди вас дорогие друзья практически все абсолютно вменяем и адекватные способны отвечать за свои действия я бы добавил что мы просто открытые люди с нами всегда можно приехать поговорить мы ничего не скрывали не скрываем и никуда не прячемся что здесь в москве что берлине так просто все равно связи вот сап и так далее да если что-то возникает какие-то дилеммы по гарантии там есть какие-то не укладывания в сроке практически всегда готов пойти на встречу и продлить эти гарантийные обязательства но об этом нужно договариваться в рамках тех гарантийных обязательств которые были оговорены исходно то есть просто следовать своему слову потому что знаю тебя и знаю меня для меня лично важная репутация для миши тоже поэтому определен не хотим топить свой бизнес и терять клиентов клиент всегда должен быть довольны но это невозможно поставить клиента всегда что все клиенты которые вокруг нас крутятся были довольны это очень сложно ну да мы все-таки не 500 евровые бумажки чтобы всем нравиться но мы очень стараемся это сделать вот такой поскриптум надеюсь вам было интересно а у фидерзейн а у фидерзейн